Здравствуйте, дорогие друзья! В Там-Ям мы сходили хорошо, если кому-то это вообще интересно. Сейчас коротко поговорю о теме. Кстати, кто сомневался, что у меня есть жена, вот она, она красивая, и я счастлив. Но речь немножко не об этом. О протестах в Беларуси я уже кое-что говорил по этому поводу. Но что-то все резко закричали со всех концов, что мы должны... Одни кричат, что батька молодец, правильно он там выдает до ума всяким протестунам. Другие, наоборот, говорят, что кровавый тиран душит свободу и творит бесчинство. Я уже вам говорил о том, о чем я, собственно, думаю. Дело в том, что ситуация палка о двух концах. С одной стороны, если бы меня упекли в тюрьму Тихановского, и нужно было, собственно говоря, чтобы кто-то поднял упавшее знамя, я бы тоже, наверное, жену отрядил, имеющуюся. Но, естественно, что сложившаяся в Беларуси ситуация, она приводит к чему? Потому что... ой, простите. Людей бьют, да, а они, соответственно, пытаются драться в ответ. Интернет, как мне сказали мои знакомые в Беларуси, заблокировали. Вот, то есть все в этом смысле плохо. Ну, в Минске, по крайней мере. Да, у меня есть знакомые, не только в Минске. Беларусь, страна довольно большая. И, конечно, битье людей я не могу поддержать. Это плохо, избивать людей, это ужасно. Но при всем при этом мы должны понимать, что пример Украины нам показывает, что если вот этот вот Майдан, вот это вот движение победило, это не значит, что сразу всем стало хорошо. Напомню, что трагедия гражданская война на Украине унесла порядка 10 тысяч жизней, уже, наверное, больше. Про 10 тысяч я слышал еще, по-моему, больше года назад. Поэтому, друзья мои, спасибо. Поэтому, друзья мои, конечно, мы должны супереживать обеим сторонам. В том смысле, что Лукашенко в последнее время, да, сделал много хренового, глупого. Я сам про это говорил. Вот. Но, скажем так, если его противники победят, то это может дать старт еще более сильному, серьезному клубку противоречий, которое может привести, не приведи господи, к каким-то ужасающим последствиям. Поэтому мы с вами можем за этим следить. Но я не советую никому из граждан РФ, Украины, кто смотрит, других государств постсоветских. В общем, всем, кто не белорусы, да, я не советую пытаться в это как-то встревать, влазить и особенно там с умным видом бежать сразу давать совет. Потому что это их внутренние дела. У Лукашенко и его правления были плюсы и минусы. С одной стороны, Беларусь при довольно скромных ресурсах была одной из, в общем, достаточно стабильных и лидирующих по СНГ стран по индексу развития человеческого потенциала. Все речь по уровню жизни, да, была практически вровень с Россией. Ну, в средней статистической России, конечно, Минск беднее Москвы, это понятно, но в России есть не только Москва. В общем, не стоит нам с вами слепо ввязываться в это все. Мы можем следить, мы можем, естественно, проявлять сочувствие к тем, кому нам досталось. Вот. Но это закономерная ступень развития белорусского общества, которая, с одной стороны, легче гораздо, чем другие постсоветские республики, пережила 90-е годы. Вот. Там не было такого тотального приватизирования всего и вся, разворовывание, раскрадание, как вы сказали, на Украине и так далее. Но период вот такой стабильности с таким вот лидером, опять же, про это уже было видео, он не может быть вечным. Подросло молодое поколение, как вот присутствующая здесь супруга говорила, белорусы, которые ей повстречались, когда она жила в Британии. Они уже тогда, уже сколько там лет, 15 назад, Лукашенко не любили. То есть в Беларуси страна с разными политическими силами, с разными воззрениями. Вот. Мы должны с уважением относиться к белорусам. Вот. На мой взгляд, кстати, выборы, наверное, Лукашенко все-таки выиграл, потому что в селах, понятно, его скорее поддерживают. Но, конечно, не с таким ошеломительным результатом. Зря он себе сделал эту приписку. В общем, желаем белорусам удачи. И вам, друзья, тоже всего самого наилучшего.